Всем привет, с вами Кисель. Поговорим сегодня про пистолеты, вооружение, на которое уходит мало внимания, но в критический момент может спасти вам жизнь, и видов данного вооружения порядочное количество. И есть из чего выбрать. Важный момент, все эти значения урона и прочего я взял не из своей головы, а из таблицы, которую я составил, ссылочка на нее будет в описании и будет лежать в моем телеграм-канале. И поскольку мы будем рассматривать с вами и другие типы вооружений, пистолеты, пулеметы, винтовки, снайперские, штурмовые и так далее, эти таблицы будут собираться в одну большую таблицу. Возвращаемся к теме видео. И первой в очереди, пистолет Арклайт, известный как МК-2 Арклайт, лазерный пистолет, способный стрелять как в полуавтоматическом режиме, так и в конфигурации с тремя патронами, произведенный Клаус Энд Вернер. Навесное оборудование, оптика первого размера, ствол первого размера и подствольное крепление первого размера. Урон за выстрел 18 единиц, при этом энергетический урон, начальная скорость 600 метров в секунду, рабочий диапазон почему-то 1200 метров. Я не могу проверить такое расстояние, уж извините, придется поверить на слово. Боезапас 30 и скорострельность 700. И на удивление, им довольно удобно пользоваться. Несильная отдача позволяет порядочно выцелить противников и стрелять с отсечкой по 3 выстрела. Самая высокая скорострельность, но это при условии, что 3 выстрела за раз, а не очередью, как у ЛХ-86. И большая обойма, самая большая в классе, позволяет таскать на себе порядочный боезапас. Далее у нас этот пистолет Кода, Ascension. Пистолет производства Castag Arms, крупнокалиберный кошмар для вашего противника. Просто ручная гаубица. Ну, на самом деле это револьвер. Навесное оборудование, оптика первого размера, ствол первого размера и подствольное крепление первого размера. Урон за выстрел 60 единиц. И он физический. Начальная скорость 550 метров в секунду, рабочий диапазон 55 метров, максимальная дальность 1100 метров, как проверить ее не знаю. Боезапас всего лишь 6 патронов, потому что там револьвер, и это у нас там барабан используется. Скорострельность всего лишь 180. Револьвер с Дикого Запада. Всего 6 патронов, что мало, но 2 попадания в тело противника достаточно, чтобы противник не представлял угрозу, а в голову всего лишь 1 выстрел. Из-за маленького боезапаса могут быть проблемы, но они компенсируются самым большим уроном за выстрел в классе. Мощно? Да. Удобно? Да. Ну, при условии, что это оружие последней надежды. И когда у вас скончаются патроны у основного оружия, то вы его быстро выхватываете и применяете по своему обидчику. Если таскать патроны не на броне, не на торсе, а в рюкзаке, то проблемы с маленьким боезапасом решены. Однозначно берем. Ну, там еще и перезарядка частая будет, но это не страшно. И третий пистолет на очереди. LH-86 производства G-Mini. Представляет собой автоматический пистолет, стреляющий патронами калибра 10 мм. Навесной оборудование оптика первого размера, ствол первого размера и подствольное первого размера. Урон за выстрел небольшой. 13 единиц и он физический. Начальная скорость 500 метров в секунду. Рабочий диапазон 20 метров. И дальше бы я не стал бы с него стрелять. Максимальная дальность 950 метров. Как на нем это проверить, даже не знаю. Боеприпасы 25 штук в обойме. Скорострельность 525. А вообще это УЗИ из мира Стар Ситизен. Стреляет очень быстро и только в режиме автоматической стрельбы. Нету отсечки по 3 патрона, как у Арк Лайта. И нельзя выбрать режим стрельбы по одному патрону, что очень неприятно. Вашего противника накормят свинцом очень быстро, но так же быстро у вас и закончится обойма. Применять исключительно на ближней дистанции, ибо сумасшедший разброс. Спорная пушка мне не особо зашла. Пистолет С-38 производства компании Бериндж Эпплит Технологи. Представляет собой полуавтоматический пистолет калибра 10 мм. Навесное оборудование, оптика первого размера, ствол первого размера и подствольное крепление первого размера. Урон за выстрел усредненный 22,5 и он физический. Начальная скорость 500 метров в секунду, рабочий диапазон 20 метров, но вот с него можно стрелять и подальше. Потому что его не раскидывают в разные стороны, как и ЛЭЙ-86. Максимальная дальность 950 метров. Боеприпасы 20 штук в обойме, что очень приятно. И скорострельность 450. Можно сказать крепкий среднячок среди всех представителей класса. Хорошо сбалансирован по характеристикам. Наверное, мой любимец после всех этих тестов в бункере и на абордаже 890-го джампа. Однозначно берем, если не можем выбрать что-то из остальных пистолетов. Пистолет Юбарева. Производство компании Lightning Ball. Представляет собой полуавтоматический электронный пистолет. Навесное оборудование, оптика первого размера, подствольное крепление первого размера. А на ствол ничего нацепить не можем. Урон за выстрел 41, но из этих 41 единицы урона 32,5. Энергетический, дистёршным еще 7,5 и стан еще одна единица. Вроде противники даже пошатываются слегка, когда я в них стреляю с этой пушки, что неплохо. Начальная скорость 500 метров в секунду. Рабочий диапазон 25 метров. Максимальная дальность 1000 метров. Боезапас 10 патронов. Не совсем понимаю механика нанесения разных типов урона и резистов к ним. Ибо у брони пока что только резист к урону, а не к конкретному типу. Но это может быть пока что. У него по ощущениям больше отдачи и отвод с линии прицеливания во время стрельбы. Либо мне это показалось. А так да, если вам нравится косплей Тора и стрелять молниями, то берем. Ну и при условии то, что стан работает. Сэлво фрэк пистол. Полуавтоматический осколочный пистолет с заряженным выстрелом. Является продуктом HDB Gunworks. По ощущениям, заряженный выстрел работает сильнее с одного выстрела, нежели наш револьвер, который был до этого. Навесное оборудование. Оптика первого размера, ствол первого размера и подствольное крепление также первого размера. Альфа урон 45 единиц. При этом, конечно же, физический урон. Начальная скорость 550 метров в секунду. Рабочий диапазон 30 метров. Максимальная дальность 1100 метров. Боеприпасы 8 штук. Заряженный выстрел по ощущениям работает как дробаш, но это будет полезно на короткой дистанции. Этот пистолет брать только для очень близкого боя. И при условии, что мы будем использовать альтернативный режим стрельбы с зажатием клавиши стрельбы. Вот в таком виде, да, он хорош. Но по-другому я бы его не использовал, как обычный пистолет, просто стреляя по одной пульке. Зажатый выстрел? Тогда хорошо. Напишите, пожалуйста, в комментарии, с какими пистолетами бегаете вы. И почему вы выбрали именно эту модель, а не остальные. Будет очень интересно почитать. С вами был Кисель. Всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе. Субтитры сделал DimaTorzok